всем привет это инфокар до последнее время я тестирую в основном те модели которые нравятся лично мне и вы наверное удивитесь каким образом в этот список попал компактный кроссовер дело в том что после презентации этой skoda пошли слухи о том что на украинском рынке она может стать убийцей бестселлера kia sportage у меня в семье есть кореец я много на нем езжу и мне стало интересно правда ли это и так skoda корок еще до появления первых фото говорилось что корок станет преемником еди увидев внешность многие спросили да неужели ведь визуального сходства между ними нет от слова совсем видимо имелась ввиду целевая аудитория да и философия модели компактный полноприводный универсальный эти был очень оригинальным не похожим на других а вот корок же явно пытается походить на старший kodiaq делая серьезное лицо уверен такой образ оценят люди постарше но и слишком пенсионерским он не выглядит все очень зависит от цвета корок на 30 сантиметров короче кодиака и на 10 нового тигуана вообще в модельной линейке вага он близок все от атака и даже kia sportage на целый дециметр длиннее но вы знаете габаритная длина это такое и легко нагнать с помощью формы тех же бамперов куда важнее колесная база и то что мы получаем внутри а вот по базе новая skoda уже конкурентнее 263 это уже неплохо маркетинговая политика концерна ваг давно отвечала нас ждать чего-то новенького от skoda которая как младший брат до нашего технологии уже отшумевший на ауди или фольксе удивляет лишь то что каждая новая skoda все меньше и меньше уступает старшим детям по комплектации что делает из некогда бюджетного бренда чуть ли не премиум чему кстати уже не особо рады в германии топовый корок не исключение здесь и огромные экраны и кожа и вай фай да все это мы уже видели к примеру в тигуане но здесь те же плюшки с логотипом skoda слегка доступнее по цене сделать же skoda более уникальной призвана философия simply clever как вы знаете это такой себе набор интересных полезных лайфхаков как например вот фиксатор для бутылки да вы просто ставите ее сюда и одной рукой можете откручивать пробку потому что там она плотно фиксируется или к примеру вот ящик для мусора в дверце то есть вы действительно ни за какие деньги не можете получить это не фольксвагене не даже в бентли и да когда речь шла о дешевом rapid это такие мелочи они действительно грели душу но когда kodiaq и карак или корок поднимаются в класс выше чуть ли не уже в лакшери сегмент с таким кожаным интерьером то все это выглядит даже немножко смешно и по крайней мере у нас вряд ли зацепит богатых покупателей плане пространства и комфорта скажу так внутри корок но визуально и субъективно кажется мне наверное чуть компактнее и теснее чем kia sportage или volkswagen tiguan но проблем с этим я не чувствую то есть место мне на удивление достаточно голова не упирается ногам место есть руль отлично отлично что в принципе всегда была свойственно шкоде регулируется по вылету и ноги вполне комфортно упираются в ручку дверей и сюда где же я это видел уже не помню ну а так все отлично если бы не эти проклятые сенсорные кнопки они как ветрянка в детском садике перекочевали сюда с volkswagen неопытные менеджеры в салонах kia когда-то удивлялись зачем я еще на втором ряду простор для ног если собираюсь садить туда двоих детей на самом же деле пятилетний малыш в детском кресле требует не меньше пространства для ног чем я со своим ростом метр девяносто три и в kia sportage с этим в принципе все нормально здесь вроде как тоже место есть но однозначно теснее по ширине машина немножко заужена к задней части то есть немножко упираются локти в двери но сидеть немножко комфортнее потому что кресло больше отформованы под двоих седоков и я как бы немножко обнят этим сидением над головой хотелось быть чуть чуть больше пространства но в остальном что касается комфорта здесь конечно кожа решает здесь есть подогрев задних сидений но опять же в наше время этим уже никого не уделишь здесь есть опа здесь есть полноценная розетка на 150 ватт отдельно юсби и отдельно старинный прикуриватель вот это круто все три варианта которые могут понадобиться пассажирам на втором ряду спинки здесь как и в sportage можно наклонять но я не знаю почему ваг упорно переходит на вот эти вот петельки я их просто ненавижу они неудобные почему можно же сделать вот такие вот удобные пластиковые крючки для того чтобы их складывать раскладывать но нет делают петельки обратите внимание когда вы сложили спинку то есть это получается таким образом подлокотник в отличие от старого тигуана в отличие от x-trail а здесь все обтянута кожи ну это мы понимаем что это кожзаменитель я не знаю хорошо это или плохо потому что вам конечно удобнее но после того как там вы повозите всякий хлам я не уверен что здесь все останется таким же белым к тому же обратите внимание на эти панельки это явно не лучшая разработка чешских инженеров ну а так в общем то плюс минус плюс минус сяду еще для вас специально посередине тоннель немножко есть тачка полноприводная с этим ничего не поделаешь но вы знаете здесь сидеть удобнее недавно мне пришлось кататься вот здесь вот третьем на огромной тачки kia sorento и сидеть на этой табуретке было просто невозможно здесь очень даже удобно это большой плюс у skoda есть один фетиш это багажник во всех своих моделях чехии или наверное все же немцы стремятся стать лидерами по объему корок тоже не обделен 521 литр до шторки это целый сарай который не заметен со стороны вот где kia нервно танцуют в сторонке да вот здесь вот уже полный набор simply clever все что можно и так пластиковый коврик двухсторонний здесь войлок здесь износостойкий пластик хотя не такой уж он и износостойкий набор органайзеров в багажник на вот таких вот велкроле пучках ну такое помидоры могут не укатываться сюда можно два помидорчика положить фонарик кстати недавно мы видели такой же в тигуан all space крючочки и обратите внимание вот это вот штанга она тоже будет не лишней а теперь посмотрите на шторку такая же была когда-то в mazda cx-5 прошлое не знаю осталось ли она в этой же но это очень круто очень удобно тогда мы пытались предположить что может быть маза запатентовала эту штуку но нет видите такая же штука теперь есть и у корока и самое самое крутая фишка но подождите пока рано от той крутой фишки вот еще фальшпол круто что даже в европейской версии здесь есть докатка к сожалению я практически уверен что здесь не будет полноценной запаски потому что чтобы ее там разместить придется существенно поднимать этот пол и пространство уже столько не будет хотя знаете с учетом класса этого автомобиля я бы даже наверное отрезал кусок этого объема и отдал бы его на второй ряд то есть я даже не могу представить что здесь можно возить но опять же возвращаясь это еще не все посмотрите что можно сделать креслами такая же фишка была в йетте и в румстере и здесь и сохранили несмотря на то что я не уверен что она очень востребована опять же в этом классе то есть вы можете не просто поднять сидение да у сложить таким образом кстати если таких отбросить получается 1800 литров объем багажника но вы можете вообще снять сидение полностью от слова совсем и вот это уже круто потому что это фактически превращает корок ну пирожок в румстер фактически кстати кресло прилично весит это ну скажем так выглядит очень качественно теперь посмотрим вернули его также на место и опять же все это можно делать по отдельности я раньше не встречал этой штуки я не видел почему-то это в йетте но по-моему это очень круто особенно с учетом того что можно снять лишь одно сидение то есть там может кто-то сидеть вот эти две штуки вы снимаете и везете здесь чуть ли не холодильник и вау это круто но эта штука называется варио и я так понимаю она стоит немаленьких денег разумеется будь мы в киеве для заправки нашего корока мы бы выбрали сеть азс украфта реализующая литовское топливо марки орлен но как известно в европе проблем с топливом нет поэтому можем смело отправляться в путь ну не могут они просто так взять и назвать машину выдуманным словом обязательно нужно потом найти или придумать какое-нибудь его значение корок это то ли автомобиль то ли стрела на языке эскимосов ага то еще стрела скажите вы особенно с базовым трехцилиндровым мотором но вы ошибаетесь также как ошибался я буквально полчаса назад впервые садясь за 1 литровую шкоду корок несмотря на всего 115 лошадок моторчик в сочетании с механикой умудрялся довольно резво толкать машину то вверх то вниз по холмам сицилии 10 и 6 секунд до сотни не то чтобы и много но его низкий тембр даже приятнее чем жужжание полтора литрового tsi с отключаемыми цилиндрами передавая больше вибрации в салон литровый двигатель напоминает дизель интересно а какой ресурс этого мотора до капремонта первое время корок будет продаваться с пятью моторами опциональным полным приводом с механикой либо с одним из двух вариантов семиступенчатой dsg мне удалось проехаться практически на всех исполнениях включая топовый двухлитровый дизель на 190 сил который набирает сотню за 7 и 8 секунд прямо как мой трехлитровый туарег однако по ощущениям корок с этим мотором не тянет на роль горячего кроссовера в нем нет подрыва и агрессии ну что же подождем недавно обещанной версии корок rs с гибридной установкой но вот чего я не ожидал от корок так это настолько шикарно исполненной подвески настроена она в первую очередь на комфорт и не подумайте что это иллюзия созданная ровными сицилийскими дорогами я успел покататься и на лесных ухабистых тропах и на гравии и попрыгать через лежачих полицейских она великолепна просто великолепно при этом и на ровном асфальте не ощущается излишней валкости если не пытаться слишком быстро входить в повороты но этого и не хочется корок не провоцирует на агрессию хотя и рулится довольно неплохо и цепко держится за асфальт особенно с регулируемой подвеской DCC полным приводом и электронной блокировкой заднего дифа знаете даже начинают посещать грешные мысли что по ходовым качествам корок не нравится больше тигуана он как будто плотнее сбит и более честен с водителем но сравнение с киа в этом ключе вообще не особо уместно есть короки и одна ложка дегтя оказалось что на переднеприводные машины устанавливается семиступенчатой DSG с сухим сцеплением да да именно та DQ200 которая в свое время ударила по имиджу вага не меньше чем дизельгейт ее максимальная способность переваривает 250 ньютон метров и если с литровым мотором это не страшно то полтора литровый выдает ровно столько же что явно не может вселять спокойствие а вот в полноприводных машинах тоже семиступенчатая DSG но уже с мокрым сцеплением DQ381 и к ней как раз вопросов нету мне показалось что Skoda неожиданно качественно зашумлена претензии может вызвать разве что звукоизоляция днища но это уже если придираться увы у меня не было возможности успеть объективно замерить расход но не думаю что он принципиально отличается от ваговских близнецов короком да вы правы корок меня удивил впечатлил и даже схватил за душу чего я точно не ожидал от Skoda первый день сицилийского теста по традиции закончился пьянкой и сегодня мне вместо корока выдали электрический велосипед Skoda но думаю это не помешает нам пованговать насчет перспективы этой модели в Украине вы знаете у нас Skoda представлена очень странно объем продаж на большинство ее моделей диктуется не так спросом как квотами сколько завезли столько и продали Европа нас как бы обделяет к примеру тот же Kodiaq продан на год вперед и это мешает ему возможно даже стать лидером класса по продажам не исключено что с учетом того что класс корока более популярен в Европе то у нас эта модель может стать еще эксклюзивней и мы никогда не узнаем как бы ее реальных перспектив но если пофантазировать и представить что корок зайдет к нам без квот я думаю при сохранении схожей цены он легко сможет уделать и Kia Sportage и Nissan Qashqai и даже Volkswagen Tiguan потому что во-первых автомобиль получился действительно классным а во-вторых Skoda у нас любят не меньше чем Volkswagen то есть